Всем привет! Вы видите и слышите императора Мапучия Алексея Халецкого. Я не придумал, как на мапуческий изменить мою имя, фамилию. Даже не представляю, честно говоря. В любом случае, если вы пропустили начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании. Спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за поддержку. И напоминаю, пожалуйста, делайте клипы к каждой серии и оставляйте ссылки в комментариях. Я тогда из ваших клипов создам мини-видео этого прохождения. Мне кажется, оно вам тоже понравится. Так, я подумал о том, что в принципе... Блин, тут еще и апостол России с дасизмом в Уилье идет. Надо будет заняться, конечно, распространением конфуцианства, которое периодически синтаизмом, кстати, зову. Я подумал о том, что надо бы добить Германию. То есть, если Нижний Новгород ко мне в итоге отвалится, то в принципе... Через ход, кстати, он ко мне отвалится. То в принципе забрать Германию, вот эти оставшиеся города и думать о нападении на Россию имеет смысл. То есть, у меня вот именно все побережье будет мапучское. К этому стремимся. Так, ну а дальше уже надо будет смотреть. Может быть и континент весь захватим. Но я все равно думаю, что это долговато будет, захват континента. Так, какие тут у нас клетки? Ну, Хари Харалая и все. Правильно, я не знаю, может эту отдать Женеве клетку? Сейчас я подумаю. Гифу такой немножко мусорный. Ладно, в любом случае вот тут будем шахту делать. Пока. Так, ну и Гагу мы захватывать прекратили. Она вот... Слушайте, опять... Смотрите, отвалилась к японцу и опять она у него отваливается. Я не очень понимаю, что не так с Гагой. Почему она отваливается у японца? Потому что она отвалилась, она к нему присоединяется. Ну, подождем, когда отвалится, очевидно. И попробуем снова забрать. Пока тут постоим, полечимся. У нас открытые границы с японцем. Так, тут стоим. Стоим. Наверное, побегаем, пооткрываем территориях. Наверное, мне интереснее японца, пожалуй, открыть. Вот где были Роттердам, Амстердам, бывшая столица Голландии. Не понимаю, все-таки, как они там отдались инку и японцу. Но, видимо... То есть, почему вообще плохое отношение было? Почему они его так распилили? Надеюсь, тут хотя бы проплыв будет, чтобы... Мне последнюю цивилизацию надо найти. Я вроде думаю, это как Великобритания должна быть, но... Не факт. Не факт. Так, в Наге библиотеку закончили. Надо ли мне... Ну, вообще, тут есть производство неплохое. Универ 8 ходов. Блин, я бы, наверное, все-таки в производство шел. Поэтому давайте фабрику. Пройдемся еще раз по городам. Что у нас тут все стоит верно? Ничего не золочено. Ага, вот тут можно расти, вообще-то. Опять же, тут полом... Ну, несколько клеток поломанных. Отремонтировать бы. Может, рабочего купить тогда? Ну, вот это тут бы я убирал, наверное. Хотя, когда я его буду убирать? На данный момент надо ремонтировать. Поэтому давайте купим рабочего. Сейчас еще гляну. Лян далеко, наверное. Да, значит, тут будем покупать. Плюс у нас, наконец-то, дамба здесь сейчас будет достроена. И, похоже, мы вообще... Проблемы тут дамба есть. Тут есть. Тут дамба достраивается. И, по-моему, у нас больше... Ага, вот тут еще только осталось поставить. А, ну и здесь еще. Блин, ну еще и плотины у меня предстоят. Все-таки у меня все города на побережье... Блин, тут вон еще и уголь есть. Кстати, надо... Ну, вообще, угля у меня дофига. Слава богу. Минирующая религия иудаизм. Это русский там... Ну, вот, кстати, крупное наводнение. Только я сказал, что здесь... Нету дамбы. И как раз произошло наводнение. Блин. Производство оставим. Повышена урожайность двух клеток. Потеряно одно население и повреждено две клетки. Шьерд пубьери. А, ну, зато тут дамба достроена. Можно все эти фермы ремонтировать. Здесь у нас 12 уже производства идет. Так что здесь в фабрику поехали. Потом угольную, которую еще плюс 12 будет давать. По-моему, зашибись. Так, тут просто стоим. Или может этим как раз бегать, исследовать территорию, а этого вернуть сюда на лечение. А, нет, иудаизм это у нас японская религия. Да, это у нас японец распространяет. Блин, ну мне нужны, видимо, апостолы. Здесь. Давайте. Давайте здесь купим апостола. 400? А, ну да, это ж стандартная скорость. В два раза все дороже, чем на сетевой. Точнее, это правильнее сказать. На сетевой в два раза все дешевле. Так, у Ильи растет. Если вот так поставить два хода. Ну, давай, кстати, пускай тупо рост идет. Так, камешек выкупим и обработаем. Я понимаю, что тут еще нету всех жителей, но... Через три хода мне уже будет не до камешков. Мне кажется... Ну, то есть надо сейчас уже рабочего использовать. Так, здесь я хочу тырить деньги. Сначала найдем источники. Так, ну, вроде есть проплыв. Вроде есть проплыв. Это, наверное, Шумера все-таки. Нет, это Византия и граница. Где у нас может быть Англия? Хочу найти Англию и хочу сделать кругосветку. Все это на самом деле вполне возможно. Так, стоит ли мне здесь фабрику строить? Ну, тут 10 производства. Ну, да, значит, все, идем... Идем в угольные электростанции. Так, через сколько ГАГа отвалится? 12,5. Если 6 ходов, то 75. Да, через 7 ходов, значит. Ладно, тогда этого в Женеву лучше отведем. В Австралии буддизм доминирующая. В смысле каких варваров я подпускаю к своим границам? Выполнили задание Болонии. Ну, кстати, можно и сюда трех определить. Универы есть, так что это... Во, 193. Так, ну, я уже по количеству науки вход, в общем-то, среди лидеров. Ну, присоединим. Почему нет? Два очка. Так, ну, наверное, монумент я тут куплю. Как и куплю рабочего. Вообще, что обрабатывать? Есть еще пшеница, есть железо. Ну, да, есть что обрабатывать, в принципе. Давайте и строители еще. А вот дальше... Жилья не хватает. Наверное, все-таки амбар сначала. Еще и производства не хватает во многом. Так, вкуска. А самые дорогие у нас какие вообще сейчас пути? Ну, тоже вкуска. Ну, тут 29, а тут будет 33,5. Наверное, отправлю вкуска. Продолжу этот путь. Даже до Вавилона уже добегает. Нормально. У нас уже караваны и в Вавилон доходят. А, слушайте. Так они тут, у них столица, смотрите, как получилось. Киото и Амстердам. Я так понимаю, что это японец, скорее всего. Ну, там, правда, еще и Кхмер, я помню, с Нидерландами воевал. И Немиген даже захватывал. Но тут, очевидно, японец большей частью... Видимо, поубивал юниты Нидерландов. И потом уже Нидерланды было легко распилить в связи с этим. Так, тут сколько еще? Много, да. Тут много ходов до конца эпохи. То есть можно спокойно плавать. Открывать карту. Есть акведук. Ну, теперь мастерская. И дальше по тексту. 14 производства. Зашибись. Что у меня с рессами? Всех по одному. То есть торговать нечем мне. Потому что не закончилась ни с кем торговля. Блин. Продолжить оказание помощи. Сейчас 200. Там, по-моему, где-то я еще делаю оказание помощи. Нет? Да, в Кахоке. Кстати, оно засчитывается и туда, и туда, между прочим. То есть если два... То есть если два... Вот это я не знал. Если два... Кризиса по оказанию помощи вы делаете... Просто в городе же нельзя выбрать кому. Но если вы делаете, то это просто и туда, и туда засчитывается. Давайте еще сделаем. Я хочу как раз 6 ходов. И через 6 ходов тут можно будет район ставить. Женева, Акведук, 8 промышленности. Ну давайте дамбу здесь. А то в прошлый раз как-то больно. То есть не в прошлый раз, это на этот ход, в общем-то, река разлилась. Стоим, лечимся. Ждем отвала Гааги. Испания с Россией мир заключили. Ваша могучая армия наглядно демонстрирует, что вы проявляете понимание как истории, так и государственного управления. Вы правите на благо своего народа. Да, да, я такой. Я такой. 589. Кстати, у меня и... Реально самое сильное... Не, вон, у Шумера только чуть больше и бразильца. И даже по армии я один из самых сильных. Кайф. Так, все починили. Здесь, наверное, начну с железа. Тут просто стоим. Наверное, верну рис. Ну, то есть обработаю рис, пускай. Дает Женеве еду. А, вон, Великобритания. Не пишет, что, но это очевидно... А, нет, фу ты, это границы Японии. Нет, это не Великобритания еще. Ладно. Ошибся. Александр предупредил Гелегомер за вмешательство в повестку исследователь. Типа, что ты тут исследуешь? Исследуй помедленнее. Колониализм ускорили. Это за счет чего? А, астрономию исследовали. Окей. Археологический музей. Город с населением 15. Трех великих людей. Вот что мне. Ну, через два хода... Я от инженера откажусь, а торговца возьму, конечно. Через два хода я это все ускорю как раз. В Кахоке оказание помощи. Но вот здесь бы, наверное, я все-таки фабрику уже делал. Мастерская. А тут всего плюс шесть, да? Блин, ну надо дамбу, наверное. Иначе как-то маловато производства. Храм завершен. Гурдвару куплю. И, ну, тут, видите, тварь приходит... О, уже иудаизм, блин, распространил мне в Харе Харалай. Но мне надо... Блин, у меня... Надо, короче, вот сейчас копить уже веру. Ну, Гурдвары надо было купить. А теперь будем копить веру, чтобы... Так, здесь у нас промышленная зона вот тут хорошо встанет. Потому что будет соседство с дамбой. Но 19 ходов. Ну, все равно надо ставить, ребята. Надо ставить пока. Вообще, город непроизводственный этот Махендра Парвата. Да, позволяем всем посольство основывать. Улучшаем отношения. Но дружбы не заключаем. Мне хватает двух союзов. О, уже достоин восхищения. По-моему, совершенно недавно он говорил, что это вы тут... Без красоты и науки сидите. А теперь достоин восхищения. Строители, чудеса, фермы на лугах. Но я бы, наверное, ничего не менял, пожалуй. Соседство кампуса. Торковая конфедерация, конечно, плюс 10 неплохо. Но в целом... Наверное, оставил бы все как есть. Все-таки. Вассалы мне нравятся. Так, инженера... А, кто-то, кстати, Синана забрал. Хорошо. Дает... Озарение для случайной технологии. Мастерские дают плюс 3 культуры. Наверное, все-таки возьму. У меня по культуре маловато. Давайте посмотрим, сколько это добавит вообще. Следующим ходом увидим. Или... Надеюсь, это все мастерские дают. Авиацию ускорили. Кстати... Вполне. Я, возможно, чудо промышленной эпохи и не построю. И просвещение мы тут ускорили. В общем-то, давайте его и откроем. А у меня есть против кого-нибудь возможность формальный повод войну объявить? Так, пойдем-ка... Нет, наверное, хочу сначала уголь обработать, потом черепаху. Аккад. Византия пытается Аккад забрать. Так. Ну, я, наверное, не хочу так тут плыть. Я лучше... Я каравеллой тут приплыву дальше туда смотреть. А этим я лучше саму Японию поисследую. Так. Повышаем, пожалуй, пингалу. Он у меня вообще в самом большом городе сидит. 12, 12. Ну да. Да, кстати. И даже он через ход вырастет еще. Зашибись. Тут пока, наверное, никуда не отправляю. В Шенгете можно с другой стороны. Кстати, в каждом храме плюс 2. Давайте, наверное, в Шенгете. Вот там никто не захватывает. Мне надо побольше веры, чтобы... А там 4 стаж надо на апостола до того, как меня тут сейчас полностью обратит меня... ...японец. Надо хоть как-то будет вернуть. Амбар в Уилье растем. Что дальше? Верфь или библиотека? Вот в чем вопрос. А, тут еще и дамбу можно ставить. Фак. А, то есть промышленная зона. Ну, вообще, я бы здесь вырос хотя бы до 10. И после этого реально бы ставил промышленную зону, дамбу и акведук вот здесь. Я, собственно, специально тут обрабатывал фермой, чтобы это все начало работать. То есть, давайте на будущее поставим, что тут у нас будет промышленная зона. Здесь у нас будет акведук. И здесь у нас будет дамба. Вот такой. Если проверить, что там дамба и акведук становятся. Тогда здесь... Ну, это опять же после 10... Ну, давайте, наверное, просто библиотеку тогда. Обычную. Самую обычную библиотеку. Тут ничего не принимаем. Просто сидим, чилим. Так, но меня не любит только японец. И, ну, неприязнь немца меня устраивает. Я ему и так могу... Кстати, может, его обвинить ему формальную войну? Давайте снижается на 50% за производство. Существляет захват за себя. Проголосую. Ну, сейчас, кстати, уйдет то, что меха не работали на счастье. Сейчас у меня еще меха будут счастье давать. Так. На производство снижено. Культурный захват. Оба, кстати, предложения у меня тут прошли. Прикол. Торговца забираем. Броненосец с уровнем повышения мне сейчас накапает, между прочим. Кайф. Так. Значит, этот парень дает дополнительное золото. Блин, я, кстати, не посмотрел, сколько мне культуры добавилось. Сколько было в прошлом ходу? Я забыл. Но, по-моему, прилично добавилось. Потому что сейчас все мастерские, по идее, должны сейчас давать еще и культуру. Да. Ну, наверное, как минимум 20. Наверное, тут давайте ш... Блин, дайте я гляну. А, я не могу глянуть. Где у меня тут промышленная зона может нормальная быть. Но вообще она вот тут, скорее всего, промышленная зона будет. Для соседства. Хотя тут акведук можно поставить. Не, ладно, давайте пшеницу обработаем. Да, где же последняя цивилизация? Вот с ней встретились и Испания. У меня такое ощущение, что она все-таки на моем континенте. Потому что и Испанец, и Инг, типа, их видят. А Колумбийца, наверное, не видят. Поэтому я думаю, что это на нашем континенте, где-то вот здесь. Время, реально, возрождение, время географических открытий. Все, открываем. Зашибись, город Акаяма, несомненно. Так, пока никуда. Пока никуда. Три посла, так и оставим. Два очка дипломатической победы. Слушайте, а может тут попробовать реально в дипломатическую победу? Давайте посмотрим. Тут я сейчас тоже два очка получу, да? Я скорее... Ну, мне кажется, я должен там выиграть. Это будет итого... А, пять только. Мне вообще маловато. И слишком... Слишком рандомно с таким большим количеством цивилизаций очень сложно будет угадать, за что голосовать. Кто создаст великий флот, будет диктовать свою волю всему миру. Мы, истинные повелители морей. Да, у меня только, правда, две каравеллы всего лишь. Но этого достаточно. Так, кто там кому войну? Ну, Византия начала собор Святой Софии строить. Гильгамеш Сандок объявил. Вау. Ну. 203. И 102 лидера по науке. Друг с дружкой воюют. Норм. Блин, я еще и лидер по культуре. Уже. Хотя я вообще практически ничего не делал. На культуру. Я, по-моему, только один... Одна театральная площадь. То только потому, что она в захваченном городе есть. Хмер ее построил. Даже не я. Так. Ну, очевидно, что кругосветочку мы тут должны успеть сделать. Может, плыть уже в ту сторону, в общем-то. Тут примерно тоже понятно, какой у них континент. У нас, кстати, континент поширше. Давайте глянем, кто с кем воюет и могу ли я кому-нибудь еще посольство. Так. Вавилон ни с кем не воюет. Австралиец тоже ни с кем. Испанец. Во! Россия тут в войнах вся с инком, с американцем, с неизвестной цивилизацией. Зашибись. Инк еще из Германии. Ну, это, скорее всего, связано как-то. Византия с Александром. Два грека между собой сцепились. Сандокс Бразилии еще воюет. Ага. Так, вот у меня у американца нет посольства. Конечно, не будет принимать. Бразилец тоже не будет принимать. А японец ни с кем не воюет, да? Ну, и все. Американец, бразилец, немец. Ну, к немцу мне вообще неинтересно посольство отправлять. Да, я хотел посмотреть, а могу ли я какую-то... Освободительную, реваншистскую. Так, возмездия нет. Протекторат. Это... Возмездие, если у меня город захватывали, протекторат, если он ГГшку какую-то захватил, по-моему. Хотя вот реваншистское возмездие вообще в упор не помню, в чем отличается. Да. Нету. Ну, я бы, я бы, честно говоря, немца осудил. Просто, ну, просто он мне не нравится. Осуждаем. Ну, что еще мне не нравится? Что я тут буду изображать из себя? Так, научную теорию мы как раз следующим ходом ускорим. Отлично. Потому что просвещение откроется как раз нужно для ускорения научной теории. Блин, ну... Петру серьезно во Франкфурте. Кстати, может мне Петру в Нижнем Новгороде построить? Так. Рационализм, свободный рынок, либерализм. Вот либерализм, возможно, имеет смысл поставить вместо вассалов. Потому что это больше даст счастье мне. Рационализм всего три на... Ну, конечно, рационализм, как они его изменили на... От пятнадцати населения и района не ниже плюс четыре, То, конечно, рационализм практически... Практически прекратили в играх брать. Но это лучше, на самом деле. Это лучше, потому что просто раньше была must-have карточка. А теперь хоть какие-то... Есть эти... Разнообразия. Так, научная теория продвинулась. После просвещения... Я просто хотел национализм как-нибудь ускорить. А может мы... Какую-то еще можно войну поблизости открыть, возможную, нет? Что, колониализм мне нужен? Рыбацкие суда производства получают. Да, мне нужен колониализм. У меня очень много на побережье городов. Покупаем клеточку, обрабатываем уголечек. Эти, мне бы военный лагерь, на самом деле, построить все-таки. Может, эту клетку выкупить и... Что она тут вообще обрабатывает? Как эти производства даст? Да, давайте, наверное, так и сделаем. Еще вот эту клетку куплю. Это чьи-то инка-границы. Чуть повыше. Тут сплошные льды, неинтересно. Так, ну поплыли в ту сторону. Давайте сейчас кругосветку, значит, получается, сделаем. Теперь пытаемся шпионов прокачивать. Я еще одного могу сделать? Нет, не могу. Кстати... Вот у меня будет второе. Разведательное управление закончится через три хода. Угольную. Так, какая тут соседство? Конечно, фабрику и угольную. А тут всего четыре. А что такое слабенькое соседство? Ну, потому что это не я строил. Или я строил. Не помню. А чеченицу уже построили? Или я ее не открыл? Открыл, значит, построили чеченицу. Жаль. Дворец Потала. 25 ходов. Долговато. Не, ну, ради четырех. Мне кажется, не прикольно. Может, тут тогда... Так, слушайте, а тут как бы есть лишний район. А, наверное, мне надо гавань. Вимая опори. Центр коммерции вообще нету. Ну, тут от гор плюс два слабенько. А гавань не могу. А, вот клеточка не к этому городу. Вот тут я бы гавань поставил. Все. И, кстати, будет не плюс один, а больше. Потому что здесь еще тоже гавань будет в Анкартхоме. Так что давайте гавань. Начинается буря. Далеко. Буря начинается далеко. Дефицит энергии, но он пройдет. Дружбу нет. Прошу прощения, мы не можем принять дружбу. Я не хочу дружить с тем, кого я планирую захватывать. Ну, этих ребят с другого континента... Ах ты какой. Кто-то у меня денежку спер. 400 золота. Нифига себе у меня в наге, оказывается, денег сколько. Так, плантация плюс пищу дает. Отлично. Химию продвинули. Кто голодает? Нижний Новгород голодает. Через один ход прям умрет. Подождите. Давайте вот так сделаем. И обработка леса. Апостола. Все, надо покупать. Ну, кстати, уже тут вернулся... Точнее, нет, не вернулся. Тут минус. Мне надо вот с этим апостолом как-то разбираться. Давайте вот здесь купим. Апостол. Я хочу, конечно, конфуцианство везде распространить. Я надеюсь, что там прокачка какая-нибудь хорошая на апостола. Будет. Так, черепашек я тут хотел. Стоим, ждем. Гага. Да. Через ход отвалится. Угу. Да, ну тут, короче, плотничком оказались Японец и Нидерланды. Тут я еще напоминаю, город тоже был нидерландский на самом деле. Нейминген, Харлем, Амстердам, Гага, Роттер. Ну, вообще, Нидерланды успели нормально расселиться. Я не скажу, что тут у Японии прям хорошие места были. Интересно, я буду первым в мире, кто кругосветку сделал. По-моему, следующим ходом будет кругосветка, скорее всего. Так, оказание помощи. Ну, с немцем мы так точно тут выигрываем. А вот с Эфиопом тут еще и Инк со мной спорит. Но здесь мне надо район ставить. Вопрос только центр коммерции или промышленную зону. Ну, тут пишет плюс один, на самом деле, тут будет плюс три. А когда мы Акведук еще будет поставить, будет плюс пять вообще-то. Так что, давайте промышленную зону сюда. Амбар в Гифу растет. Тут еще рыба есть. Не знаю. Купить может строителя. Давайте куплю строителя. А строить будем... Ну, стены, такси, давайте гавань. Я думаю, что я стены уже в Сталеварение выйду. И там просто оборонительные сооружения будут. Что тут стараться? Войнная Академия в Константинополе. Сандок Петру закончил. А так немец хотел ее построить. Таракотовая армия у японца. Очень мне это не нравится. Какая не общая армия? Ну, вообще у нее армия 200. Так что, возможно, это вон просто тупо те два самурая. Так, какая прокачка у апостола? На два раза больше. На два раза больше. Давайте возьмем. Сейчас идем сюда, берем прокачку. Пять раз может распространять религию. Так, здесь пойдем рыбу обработаем. Ну что, кругосветка? Нет, еще нет. Не хватило двух клеток, на самом деле. Ну, следующим ходом кругосветка. Фабрика угольная, конечно. Хотя восемь... Ну, надо, нет. Все-таки восемь производства. Это восемь. Тут вообще мало производства. И, кстати, надо бы... Надо бы тропические леса, вообще-то. Лесопилки поставить. Слушайте, давайте мы, наверное, купим во всех этих городах строителей. То тут куча клеток необработанных, считайте. Деньги-то есть. Ну, давайте угольную, а потом сразу гавань. Терракоточка. Так, нехватка жилья. Давайте на производство. Дефицит энергии неинтересно, потому что у нас, собственно, и не надо особо куда энергию использовать. Вы нанимаете великих людей, которых хотели нанять мы, и в этом нет ничего хорошего? Ну, что? Осуди меня, что я могу сказать на это. Я нанимаю тех великих людей, которые нужны мне. Так, тут я победил. Два очка дипломатической победы и еще сто единиц мирового влияния. Минус пять тысяч уинков, но это за счет того, что они в войне с ним. Так, давайте возвращаем конфуцианство. Тут тропические леса начинаем обрабатывать. Блин, давайте я вот эту клетку, может, выкуплю. Хотя она через четыре хода, я думаю, сама присоединится, да. Ладно. А, разведывательное управление закончил. Окей, давайте. Санкт-Петербург, три деньги, 438, норм. Да, надо вот эти города открыть. Блин, у него тут еще более крутые юниты появились. Да что ты будешь делать? Не, я, пожалуй... Не, ну 71, да. Что-то... У него уже линейные пехотинцы. Просто стоим, прокачиваем арбалет. Причем он будет японца атаковать в первую очередь, а не меня. Так что потерпим. Ну что, теперь кругосветка. И... Да, первая в мире. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Хорошо, где же последняя цивилизация? Я, наверное, даже буду первым в мире, кто все цивилизации встретил еще. Так, а где у нас вообще сидит Магнус Вимая Пури. Угу. А лян в Хирихаралай. Блин, мне, наверное, лян надо в Махендра Парвату и прокачать на аквакультуру. Да. Так и есть. Разведывательное управление. Ну, тут давайте мастерскую и угольную электростанцию. Вообще, можно и юниты построить, раз они снижены за производство сейчас. Ну, наверное, светилище сделаю. Хотя водяная мельница тут тоже в тему. Тут три... Да, водяную мельницу. Тут три пшеницы. Добавит еды. Рыбку. Черепашку. Да, написано, что через три хода сама добавится, но тут надо быстрее добавлять. Потому что мало клеток для обработки в городе. Что там Вавилон получил? Великого торговца. Да, кстати, что у меня там по великим людям? О! Филипп Брунеллески. А вот этот крутой. Нет, пожалуй. Кстати, у меня две черепахи. Действительно, можно посмотреть, может, у кого ресурсы еще есть. Блин, кто-то забрал флотоводца на броненосец. Так, тут ничего не меняю. Просто открывал ради рыбацких судов плюс производство. А кто броненосец взял? Тут даже уже двух флотоводцев. Испанец забрал броненосец, а этот португалец забрал на капер. Ну, кстати, Филиппа Брунеллески тоже могут забрать. Давайте, наверное, куплю. Этого, мне кажется, я все-таки так заберу. Блин, у Португалии... Ну, это он начитал плюс 44, это он начитал. Брунеллески, пожалуй, заберем. Тоже хороший, но Брунеллески мне больше понравился. Биг Бен, Дворец Паттала. Недостаток жилья. Ну, тут мы и так на производство все. Так, дамба построена. Последняя дамба, которая решит все мои проблемы с затоплением и больше меня топить не будут. Эйц, лоб больше не посмеет меня обижать. Может тут собрать болото высушить? Пока умерли все юниты Японии. Ну, вот опять, почему она к Японии отвалит? Я не могу понять, что не так. Почему вот здесь нарисовано, да, чего влияние больше, но почему-то когда она у Японии, она отваливается по-дикому. вообще не понимаю. Вообще, я, конечно, могу сам дам ушкетеров повыситься. Просто лень идти на повышение. А тут, кстати, и в пушке можно выйти и открыть. Уже самолетами, на самом деле. Так, вернули конфуцианство в Харе-Харалае. Надо Женеву еще в конце. Ну, еще за этим. Ну, тут, блин, видите, опять иудаизм по моим основным городам распространяется. Шьерт по Бьери. Так, давайте по крабам пройдемся там и там. Четыре хода, но я бы сейчас уже выкупил клетку. Потому что это и еда, и производство, и деньги сразу. Так, а вот и чеченец, кстати. Оказывается, уинка она. Серьезно, на одну клетку, которая сейчас может еще и... Да. Которая может сейчас исчезнуть из-за извержения. Слушайте, мне, наверное, надо вверх плыть. Я думаю, что, скорее всего, сверху где-то эта цивилизация должна быть. О! А, Рим. Это Рим все-таки был. Так, ну, последняя, да? Да? Плюс пять. Мы стали первой страной, которая постричала все другие народы. Ну, вот теперь можно и сравнивать, в общем-то. Лавенты еще. По науке. Я, Инг, Корея, Шумер, Колумбия. Бразильцы поменьше. По культуре. Я, Инг, ну, похоже, что мы реально с Ингом вдвоем. Так, давайте по дереву технологии. О! Вот и Вавилон куда-то вылетел. Ну, могу предположить в электричество из-за двух каперов. Или в химию из-за нет. Он, по-моему, вообще ни с кем не в союзе. Если мне не изменяет память. Нет, с Александром. Так что мог и в химию, кстати, выйти. Но вообще тут уже в новом времени и Австралия с Колумбии. Я, правда, их сейчас догоню. Рим отстает. Ну, немец понятно, почему отстает. У него два города. Он, видимо, таким отсталым и останется. Как бы ему грустно не было. Не знаю, стоит ли естественную... Ну, давайте уже национализм. Я так понимаю, что я пока не могу. Целевая держава обратила ваш город в свою религию. Освободительная целевая держава захватила город одного из ваших друзей или союзников. Ага. Реваншистская захватила ваш город, протекторат захватила город-государство. Возмездие нарушило данное вам обещание. Ну, из золотого века понятно. Вот мне какой-то из этих надо, чтобы национализм ускорить, но, похоже... Ну, кстати, есть ли для Японии? Ну, тут... Где-то должна быть, мне кажется, зарелигиозную, но это, по-моему, только если у вас основана религия. Только если основана религия. Не вижу. Тут, что ли? Не, не вижу, кстати, по поводу религии. Тут. За расширение. По-моему, была за религию где-то. Что-то... Что-то не находится. Не, пока, наверное, никуда не буду отправлять. в Кахоке фабрика 8 угольной электростанции. наверное, все равно надо строить. Дамба. Построена. Отлично. Тут, значит, 12 уже производств. Значит, давайте мастерские. И тут ничего не меняем. Опять же, я сказал, это я ради производства от рыбацких лодок взял. Да, надо бы поменять Лян в Махендра Парвату. Когда у нас там совместная война с Василием? Спасибо. Нет. Спасибо. Нет. Вообще, можно, кстати, действительно юнитов поднастроить для корпусов. Ну, очевидно, что и в следующий я в Золотой Век выйду. Бонус к туризму. Надо подумать, где аэропорты построить. Пленители мне в пушке. Для апгрейда арбалитов. На своей территории этого я вряд ли сделаю. Бомбарды, стрельцы. Давайте на это пойду. Заодно, так как я иду в национализм, заодно надо построить вот тут юниты для собственно, создания корпусов. Давайте Женеву пообращаем. Так, а долго тут еще до следующей? Нет, тут еще дофига опыта. А, вот тут кати мало. Сколько опыта каждый выстрел дает? Два. Не, маловато все-таки. Давайте буду отходить потихоньку. Только вот эти меня пока подстаю, чтобы арбалет не убили. Можно этой тоже отходить. классный кампус у кого-то. Ну, офигительная чеченица на один лес всего лишь, который все-таки может быть уничтожен извержением вулкана. охренеть. Просто зачем? спрашивается. Хотели мне этот лес обрабатывать или лучше пойти сюда шахты? Или этот лес? пока сюда пойду. Потому что надо клетку покупать. Зачем мне это? Так, хочу тут болото это убрать. Скоро уже буду ставить. Так, для строительства чудес. Давайте подумаем. Во-первых, я могу рурку на самом деле сделать. Даже в нескольких городах. Видите, вот тут рурка становится. Здесь нет. Здесь рурку можно, например, здесь будет посадить. Здесь не хочу, потому что театралка, да? Но здесь, мне кажется, мало производства в этом городе для рурки. 45. Ну, в смысле, она же процент добавила. 93 в Нгулу. Что вообще по городам? Кто у нас тут больше всего прибыль производства? до Нгулу? Да, Ну, значит, в общем-то, вот здесь надо рурку ставить. Давайте перебросим. Надо сначала, конечно, пшеницу собрать, несомненно. Давайте куплю тут еще одного строителя. Блин, не могу, потому что инженера поставил. Фак. Это я тупанул. А строители два хода. Не, знаете, мы, наверное, вот этим сюда пройдем следующим ходом. Уберем ферму, как раз один заряд у него остался, чтобы брать. Отлично, тогда здесь давайте юнитов построим. Какие у нас есть юниты? Три летучих отряда, два арбалетчика, всадник, два рыцаря. Ну, во-первых, кто у нас... Ну, во-первых, два арбалетчика стопудово. То есть давайте два арбалетчика поставим. Они вот точно прокачаны. Вот где у нас Рим. Это кто? Брюссель. Нет, Брюссель не хочу сильно уже союзить. Мне кажется, можно корабли на автоматическую разведку ставить. Не особо. О, последняя дамба достроена, да? 12 производства, давайте, фабрика и угольная. Даже библиотеки еще нету. Аккад кто-то захватил. Тут был, да, Византия все-таки захватила. кто-то объявил мне войну. Вавилон? Мне Вавилон объявил войну, что это за бред. Так, подожди, чувак, у тебя тут куча резов, которые я хочу. Он даже за одну, да, еще кучу денег хочет дать. Нет, Хамурапи Кам... А, Хамурапи Австралия объявил войну, понял. Да, не хотелось бы, чтобы он его захватил. Не буду врать. Так, украли как раз денежки у Вавилона, чтобы они поменьше. Наверное, время выполнения за. Хотя, блин, плотину можно было бы тоже вскрыть. Тоже было бы неплохо. Так, значит, здесь убираем ферму. Здесь, кстати, стоим, пока пропущу ход. Тут у нас будет рурочка. Догорела, да, курочка. Рурочка. Пять ходов. Сюда возвращаемся. Поскакали, здесь встану сюда. Обрабатываем леса, скачем по долам и весям, открываем территории, обращаем города и исследуем мир. хотя уже в золотом веке, а до конца эпохи еще вообще не видно. Вимаяпура, гавань, маяк. Уэнтамапу, гавань, маяк. Всемирный конгресс скоро соберется. Тут можно на производство переключиться. Пускай еда производства. В этом все равно немного клеток особенно. Еда производства. Но тут вообще не растет город, прямо скажем. Потому что 30 ходов это не рост. Пускай лучше на производство стоит. Да, производство норм, производство, еда. еда. Кстати, два хода еще после библиотеки будет. Еда производства. Очень странный город все-таки Новгород Россия поставила. Каждый раз я на него перехожу, думаю, господи, зачем? Господи, зачем? Испания военную академию в Мадриде построила. Блин, я не посорял ресурсами, а видите, еще два ресурса можно торговать, даже три. Три двойных. Я, возможно, с кем-то торговал и оно закончилось. Гуманитарная помощь боливару. Конечно же окажем. Конечно же. Бедный боливар там страдает. О, 10 ходов до конца эпохи. Ну, наконец-то. то как-то долго это все. Так. Где там этот арбалет? Меня второй бежал. Сюда. Наверное, постою здесь. Подождем возможности опять отправиться. Ну, нормально тоже формирую армаду. Нормальный флотоводец возьмем. Так, я, по-моему, Криму могу посольство отправить. И нету посольства, я, по-моему, в Бразилии и Германии. Но они и не согласятся. все еще. Так, смотрим, с кем мне ресами поторговать можно. Табак у русского, но не хочется с ним торговать, потому что я нападать на него собираюсь. Смысл пряности у Рима, кстати. И вино. Вот как раз за черепахи и может он за один готов. Да? Как всегда, что-то это слишком круто у компа. Слишком много ресов готовы торгануть. Не туда посмотрел. Дальше чай, алмазы. Вот у Минилика алмазы. Давайте не проверил все варианты. Так, все остальное у меня есть. Собрали. Ставим рурочку. Причем вот сейчас до арбалета давайте сразу так и продолжим пока арбалет строить. Так, собираем болото. Вопрос к какому городу мне. наверно нагу наге собрал, да. Чикуита. Тут границы с Миниликом. пойдем эту территорию пооткрываем. Мне пока армады все равно нету смысла делать. Да господи, все еще конфуцианством не становится Женева. Блин, и тут уже опять не в конце. Блин, миссионерами надо было, а не апостолом. И дешевле, и проще. Или вообще слушайте, я не проверил, я же хотел взять апостола и не проверил инквизицию, могу ли я основать. Черт. Ну вот теперь давайте я все-таки еще одного апостола возьму. Ой, только не здесь, а там, где конфуцианство есть. Кстати, а тут да, если город без религии, невозможно купить религиозный юнит. сейчас вообще не видно никаких действий. Посмотрим следующим ходом. Давайте техи воровать. Мастерская в певене, что 10, да, пойдем в фабрику. 12 ходов. Просьба о помощи мини-лику. Там меня уже Россия, кстати, обогнала. Два хода. Ну, два хода нам надо подождать и после этого уже строить районы. Игорь, хотя с другой стороны начать уже акведук. Это не сильно отбросит. Мне опять тоже рабочего, кстати, вот тут лесопилки сделать. Ладно, давайте акведук и покупаю рабочего. Промышленная зона. восемь. Мастерская. После мастерской или уже акведук? Нет, мне кажется, акведук сейчас уже надо. Акведук больше производства просто даст, чем мастерская. Так, что у нас тут открывается? Баллистика. Ну, без ускорения буду открывать. и национализм видимо тоже без ускорения получается. О, блин, там Вавилон может Хатусу забрать. Жаль. Научная ГГшка такая приятненькая. Такая приятненькая. Так, ну что? Ни хрена нету. Значит, ну, это, конечно, логично, что инквизицию могут только основывать те, кто основал религию. Сами основатели религии. Или, подождите, или это может быть еще, если она преобладающая у вас. Просто у меня сейчас преобладающая уже иудаизм, похуй, нет. Ну, в любом случае не конфуцианство. У меня нету преобладающей пока. Ладно. О, на 75 влияние других религий. Вот это то, что надо мне. Пойдем в Харе-Харалайю. Сначала здесь берем эту прокачку. Сделаем в Харе-Харалайю, а потом пойдем в те мои города, которые... Ну, это просто убирает, на самом деле, религии. Не нужно. самая лучшая прокачка избавляться. Так. Рурочка. Шесть ходов. Отлично. Так. Продолжаем лесопилки на тропических лесах ставить. А здесь продолжаем тыг и дымкать по границам Ингской империи. Станем лечиться. А где там-то тот арбалет? Сюда. Сюда. Ну, в корпуса объединять. Но корпуса еще не открыл, еще четыре хода. Так. заранее. Так, здесь я лесопилки хотел делать. Угольная. И надо бы, конечно, юнитов поднастроить. Ну, для корпусов. Чисто для корпусов. НЕТ! Тварь какая-то Рурку угадал. Я два инженера потратил. Но инженера крутого потратил и убрал пшеницу ради этого. Ну, блин! Кто? Кто? Гильгамеш. Я ему даже отомстить не смогу. Фак. Ну, Таджмахал будем тогда тут ставить. Раз уж такое дело. Ну, это, конечно, блин. Это, конечно, блин. Да. Ладно. Я тогда, наверное, на этой грустной ноте угона у меня Рурки. Потому что я очень расстроился. Невозможно дальше играть. В общем-то, я пытаюсь, сдерживая слезы, закончить эту серию побыстрее и поплакать уже, чтобы вы не видели Рурку. Угнали. Продолжение завтра, ребята. Спасибо, что смотрите. Не забывайте клипы делать, пожалуйста, и кидать ссылку в комментариях. Не бойтесь, что они не появляются в комментариях, просто YouTube блокирует любые ссылки, но я их вижу и через некоторое время публикую, оно все появляется, я все это вижу. Спонсоры канала, спасибо за поддержку и продолжение можете прямо сейчас во вкладке сообщества поискать. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.